Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва и мы поговорим о вредных привычках. Яна, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте начнем с того, что вообще такое здоровый образ жизни и какие вредные привычки вот прежде всего приходят на ум. Да, здоровый образ жизни это образ жизни каждого отдельно взятого человека, который направлен с целью профилактики развития и возникновения каких-либо заболеваний, ну а также с целью укрепления здоровья. Здоровый образ жизни необходимо вести всем людям, потому что от этого зависит и здоровье нации в том числе. То есть это как закладывать кирпичик в фундамент дома. Каждый сделает свой вклад и соответственно от этого будет здоровое население. Сразу приходит на ум это курение, злоупотребление алкоголем, наркотическими веществами, гиподинамия. Также одна неочевидная вредная привычка это злоупотребление лекарственными средствами, то есть беспорядочное употребление тех же самых антибиотиков. То есть человечество долго шло к открытию антибиотиков, чтобы побеждать там различные болезни, а люди сейчас принимают их при каждом ОРВИ. То есть это тоже не очень хорошо, потому что в дальнейшем будет сложнее опять-таки бороться с теми же болезнями. Скажите пожалуйста, насколько влияют на развитие заболеваний те или иные вредные привычки? Влияют очень сильно, причем все и курение, и злоупотребление алкоголем, и гиподинамия. Это все неизбежно приводит в дальнейшем к развитию атеросклероза, к сахарному диабету. То есть все то, чего так боятся люди, к этому приводят. Так как вот курение оно и пассивное, и активное вредно. Пассивное даже в большей мере. Потому что человек, когда курит, он вдыхает это все через фильтр сигареты. А пассивные курильщики вдыхают это все вот полностью. Из-за этого возникает кислородное голодание в головном мозге, сгущается кровь, образуются тромбы. Соответственно, это приводит к повышению кровяного давления, и риск возникновения инсультов, инфарктов возрастает. Причем все люди знают о том, что курить вредно, но вот достаточно много сейчас активных курильщиков. Мы уже сказали о курении, об алкоголе. Это первое, что приходит на ум. Но есть ли какие-то вредные привычки менее очевидные, но тем не менее такие же опасные? Ну вот употребление антибиотиков беспорядочное и гиподинамия. Это вот тоже все модифицируется, автоматизируется. Люди стали меньше нуждаться в передвижении. То есть есть машина, все работают в офисах и тоже забывают о том, что двигаться все-таки нужно. И стрессы, которые, к сожалению, мы ограничить не можем и избавиться от них, но мы можем поменять свое восприятие отношения на эти стрессы и помнить о том, что нужно заниматься профилактикой не только физического здоровья, но и ментального. То есть если требуется работа с психологом, то или с психотерапевтом, этого не стоит стыдиться и надо к этому прибегнуть, чтобы беречь свое здоровье. Потому что стресс – это фактор риска тоже многих заболеваний. Вот желудочно-кишечный тракт очень реагирует на это. Когда вы беседуете со своими пациентами, какие рекомендации вы им, что вы им советуете? Стараться вести здоровый образ жизни, рациональное питание, сон. Обязательно нужно высыпаться. Необходимо ложиться спать до 23 часов и примерно соблюдать это. То есть высыпаться по 7 часов, правильно питаться, сбалансированно питаться. То есть в принципе можно все употреблять, просто не увлекаться, чтобы был баланс. Заниматься спортом. Это не должны быть какие-то олимпийские виды спорта, просто зарядка хотя бы элементарная с утра. Ходьба очень полезная. Не менее двух часов в неделю хотя бы нужно ходить. И это уже будет держать мышцы в тонусе, вес не будет увеличиваться. Соответственно, риск возникновения тех или иных заболеваний снижается. Большое спасибо. Я думаю, что это вполне себе дельные советы, которые не затронут обычную, казалось бы, жизнь, чтобы человеку что-то пришлось кардинально в ней менять. Спасибо. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам. Напомню, что у нас в гостях была врач-терапия автовидновской клинической больницы Яна Шмелева.